Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 июля, и я вот подошла к грядке ленивки, чтобы рассказать, что я буду делать с ней дальше. Потому что я в прошлом году показывала, как я выращиваю демидов по принципу посадила-забыл, но я показала, когда я садила, высаживала, а потом показала, когда собирала. И многие хотят видеть более подробно, то есть между этими, между первой процедурой высадки и процедурой сбора урожая, чтобы я показала, что я делаю в этот промежуток. Вот смотрите, сейчас этот демидов, ну напомню, это тот, который у меня замерзал, потом он восстановился. И еще скажу один интересный момент, что несмотря на эту продолжительную нашу жару, я ни разу их не поливала. Сейчас расскажу, почему. Вот эта информация будет очень полезна тем, у кого, например, кто приезжает на участок всего раз в неделю, кто не может часто поливать. Я всегда говорила, что они очень устойчивы к засухе, так же, как к морозам. Не замерзают, потому что у них вот эти листья корявые. Ну как замерзают, но в последнюю очередь. Такие корявые и грубые, они не нежные. И по этой же причине, потому что листья вот такие, как бы сказать, мясистые, они толстые, мясистые. И вот у нас дождь, когда проходит, я как думаю, что они один раз наберут туда влаги, и у них хватает, они в течение длительного времени переживают, потом живут без полива. Но я вам, конечно, крясться на крови не буду, но я даю вам честное слово, что вот эту грядку, до нее руки не доходят, не поливала в этом году еще ни разу. И еще одну покажу, там, где град побил, где тканью закрыто, где нет капельного полива, тоже не поливала ни разу. Все они хорошо пока что, хотя июль. Но я хочу сказать не об этом. Вот сейчас, что я делаю дальше. Смотрите, на всех томатах, почти на всех, уже у нас начались завязи. Видите помидорки? Все, сейчас их будет, когда чуть больше, вот они, одна кисть, вторая, третья, и они под тяжестью этих помидорок начнут заваливаться на бок. И мне сейчас самое главное, вот видите, вот они томаты, мне сейчас самое главное, завалить их вовремя и в нужную для меня сторону. Потому что, как вы понимаете, они же не знают, что я хочу, чтобы они упали в одну какую-то сторону, они могут падать и туда, и сюда. Мне нужно, чтобы они упали стройными рядами. Ну, это смешно, конечно, звучит, как можно упасть стройными рядами, поэтому я им помогаю. Я сейчас вот эти вот томаты должна наклонить в эту сторону и сюда. Видите, здесь большой проход специально для того, чтобы они тут развалились и уже лежа, потом дальше плодоносили. А тот ряд мне нужно срочно, обязательно, чтобы они не сюда упали, а чтобы они упали на ту дорожку. И они получатся... Мне, короче, нужно их как гребенкой расчесать. Эти сюда, те туда. Потому что, если они будут падать, куда попало, они могут вот один упал, следующий на него, потом еще на него, вы понимаете, что уже не будет такого хорошего проветривания, не будет хватать всем солнца, один будет загораживать другого. Вот можно было бы сейчас уже их завалить, уже подошло время. Но я не могу их завалить, потому что я не привязала еще... Вот к коле моих соседей, видите, вон валяются на дорожках, там, там. Если я начну заваливать, то мне вот эти мешают. Мне сейчас, у меня план работы такой. Эти подвяжу, а эти начну помаленьку заваливать. Вот самое главное, кто хочет выращивать на полностью ленивой грядке, вот эта у меня полностью ленивая. То есть я тканью застелила, я не буду пропалывать, я не буду посынковать, я не буду подвязывать. Мне только сейчас завалить их. И, конечно, спрашивают, ну какая же эта ленивая грядка, если вы поливаете? Ну уж, если вы хотите вообще без полива вырастить, тогда, наверное, уж лучше, наверное, не надо вообще высаживать растения. Поливать я, конечно, буду, но тоже редко. Я вот вам говорю, что я специально вот для такой грядки выбираю сорта, которые устойчивые к засухе, у которых толстые мясистые листья. И вот у нас было несколько дождиков, у нас вот был период, когда шли дожди несколько дней, почва увлажнилась. Во-первых, вот эта ткань, она препятствует быстрому высыханию. Во-вторых, они сами, видите, как густо посажены, там у них жары нет, вот именно под ними, и поэтому почва сильно не просыхает. Еще вот эти толстые мясистые листья, Короче, все эти факторы способствуют, очень-очень редко позволяют нам очень-очень редко поливать эти томаты. И тут вот, ну полностью, вот эта грядка, она полностью ленивая. Пока что я не делала ничего, не поливала, не посынковала. Вот сейчас мне их главное завалить вовремя и в нужную сторону. Все, до свидания. Вот это некоторые подробности о полностью ленивом выращивании томатов демидов. Ну тут не демидов, там еще Настенька. Там Госпожа Удача, там Клуша. Все они однотипные, все толстоногие, все детерминатные, все те, которые позволяют выращивать себя в загущенном состоянии и без посынкования. Сорта выбирать для ленивой грядки, это очень важно. Все.